Крымская митрополия Могут стать непреодолимым препятствием и в церковную историю Владыка Тихон войдет исключительно как автор замечательной книги «Несвятые святые», потому что его исторические исследования как про Византийскую империю, так и про империю российскую без слез наблюдать невозможно. Вот и нынешняя книга «Гибель империи. Российский урок» оказалась просто переполнена фальшивками и подтасовками. Их подробный разбор будет в той книге, которую мы сейчас пишем с группой других уважаемых авторов «Ленру» следите за рекламой. Я сейчас только коснусь нескольких моментов, которые уже сразу бросались в глаза, даже еще до того, как я приобрел и открыл книгу, просто прослушав презентацию ее в Симферополе. Там Владыка сказал, недавно в десятые годы уже нашего века Тембриджский университет предоставил свои исследования на тему, каков же был пьедестал ведущих экономик мира к 1913 году. Огромное количество по этому поводу было исследований, но наконец подвели окончательные итоги, так как кажется научному сообществу. Так вот, Россия по ВВП, у меня есть все ссылки в книге, стояла на третьем месте. Мы предполагали, что это пятое место, а Тембриджский университет сказал, что третье вслед за США и Германией, а вслед за Россией уже шли Англия и Франция. Ну, расчет, конечно, сделан исключительно на нелюбопытных читателей, которые не станут ни уточнять название исследования, ни его открывать. Тем не менее, я все же нашел кембриджскую экономическую историю Европы нового и новейшего времени, изданную в 2014 году. Открыл второй том на странице 57 и обнаружил там таблицу ВВП крупнейших мировых держав в перерасчете на доллары по курсу 1990 года. И оказалось, что у России 265 миллиардов долларов, у Германии 288, у США 528, а у Британской империи 565. А как тогда получилось, что Россия ее опережает, согласно митрополиту? А очень просто. Он убрал из ВВП продукт колоний и доминионов, ну, то есть Канады, Австралии, Индии, Новой Зеландии, всего-всего-всего, и взял вот только британские острова. То есть подменил огромную Британскую империю, напоминаю, тогда крупнейшую державу мира, треть суши и четверть населения, маленькой-маленькой Англии. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, в общем, обкарнал, я бы сказал, с мастерством достойных лучших моэлей, то есть специалистов по обрезанию в иудейских синагогах. Потом перешел к сельскому хозяйству, и там началось то же самое. Правда, Владыка отметил и попытался обосновать свою махинацию, в которой он был уличен, извините за нескромность, мною, и на которую ранее пытался мне отвечать в РИА Новости. Речь идет о том, что якобы в 1913 году Россия собирала урожай зерновых больше, чем в Аргентине, Канаде и США вместе взятых. Теперь он говорит так, ну, имеются в виду традиционные для России пшеница, овес, рожь и ячемень, за исключением кукурузы, которая, как известно, у нас появилась позже и при других обстоятельствах. Естественно, это неправда. Во-первых, кукуруза у нас уже росла, хотя и не в очень большом количестве. А во-вторых, есть такая хорошая книга, называется «Сборник статистика экономических сведений по сельскому хозяйству». И там есть такая табличка, которая называется «Всемирный сбор главнейших хлебов и картофеля за период 1911-1915 года в тысячах пудов». И там к главнейшим культурам отнесены пшеница, овес, ячмень, рожь и кукуруза. Ну, потому что сборник-то составляли добросовестные статистики, а не пропагандисты в рясах. Вот. А вот это у нас использовалось мало, мы это считать не будем. Но при этом рожь, который в 1913 году в США и Канаде вырастили менее 70 тысяч пудов, а у нас почти миллион 600 тысяч пудов, мы учитывать будем. Ну, обычно. Тут сворим, там не сворим, а здесь селедку, соответственно, заворачиваем. Особо разбирается история с прогнозом Менделеева насчет того, что вот если бы не клятые большевики, сейчас жило бы у нас 600 миллионов человек. Ну, тогда я разбираю все это, предложил посмотреть, какой прирост населения в таких, например, странах, как Финляндия, которая отделилась в 1917 году, и где никаких особых большевиков что-то не было, или даже в невоюющих Швеции и Швейцарии. И оказалось, что там прирост в итоге оказался, ну, вот, примерно как в России, где-то чуть побольше, а в основном даже чуть поменьше. Да, большая часть чуть поменьше. И тогда, значит, чтобы это обосновать, Владыка придумал новый ход. Он сказал так. Менделеев предсказал, что в Соединенных Штатах в середине 20-го века будет проживать 180 миллионов. На 51-й год в Штатах проживал 181 миллион. Поэтому мы с полной уверенностью можем говорить, что математические выглотки Дмитрия Ивановича были корректны. Я сел и специально проверил, каково же население всех стран, которые ранее составляли территории Российской империи, и Польши, и Финляндии, и Средней Азии, и так далее. Около 300 миллионов, а предполагалось 600. А вот здесь и прямая подтасовка, ну, и традиционное обрезание. Ну, во-первых, согласно переписи населения в США, в 50-м году проживало менее 151 миллиона человек, то есть на 30 миллионов меньше, чем сочинил Владыка. А во-вторых, полная цитата Менделеева из работы «Заветные мысли» звучит очень хитро. Действительно, годовой прирост, в том числе и жителей североамериканских Соединенных Штатов, долго держав все около 3%, в последние десятилетия быстро опускается. И стремится сравняться естественным приростом, который для штатов за период 850-х, 1890-х годов был близок к 1,3%, а за последнее время по своим сведениям падал. Если бы действительный прирост за текущее время также падал от убыли числа переселенцев естественного прироста, то он достиг бы 1% примерно к середине 20-го века, когда число жителей штатов достигло бы почти 180 миллионов. То есть, Дмитрий Иванович лишь предполагает, исходя из тенденций рождаемости эмиграции США во второй половине 19-го века. И поскольку тенденции эти в последующие десятилетия менялись, ошибаются, как и в прогнозе по России, сделанным на страницах 11-12 работ к познанию России. Столь же приблизительной с оговорками. Цитирую. Для всей же России, взятой как целое на основании данных, собираемых Центральным статистическим комитетом о числе рождающихся, должно привязать прирост никак не менее 15 человек в год на тысячу жителей. Это допущение дает следующее вероятное количество миллионов населения России по годам, 1897 год 128 миллионов, 1950-282, 2594. Чего не учитывает Дмитрий Иванович, без сомнения, великий ученый, но все-таки не бог. Он не учитывает понятие демографического перехода, то есть снижение рождаемости и смертности, которое было сформулировано американским демографом Фрэнком Ноустейном в 1945 году, когда Менделеев давно упокоился в могиле. В течение 20 века на планете улучшалось здравоохранение, механизировалось производство и формировалось пенсионное законодательство. До того, рожать по максимуму было жизненной необходимостью. Младенцы умирали, едва появившись на свет, в поле требовалось больше рабочих рук, а взрослые дети являлись единственным подспорьем родителей в старости. Но зачем ораво детей, если 10 пахарей заменяет трактор, а старые родители получают пенсию от государства? Ну, вот и получилось. Как я уже сказал, что в незнавшей в 20 веке большевиков войны террора Швеции население с 5 миллионов в 1898 году выросло к 2000 году до 8,9 миллионов или в 1,8 раза. Тогда как согласно системе Менделеева должно было подскочить до 18 с лишним миллионов. А вот разделив указанное Швкровом 300 миллионов на территории Российской империи на 128 там же в 1897 году мы получим рост в 2,3 раза. Несмотря на большевиков и несмотря на Великую Отечественную войну и все остальное. В России демографический переход завершился. А вот совсем иная ситуация в африканской Нигерии. Сто лет назад в этом схолустном британском протекторате жило 22 миллиона негров. А сейчас в 10 раз больше и по 5-6 детей на каждую мамку. Несмотря на изрядные запасы нефти страна нищая. Демографический переход в ней толком не начался. Только нет своего Шевкунова чтобы на этом основании объявить Нигерию сверхдержавой. А как быть в США где население в течение 20 века все-таки выросло с 76 до 81 миллиона то есть в 3,7 раза. А США страна мигрантов и за 100 лет туда въехало почти 50 миллионов человек которые в основном успешно размножались. сложив понаплывших и поналетевших за 20 век с населением имевшихся к концу 19-го вычтя значительно меньшее количество выехавших и разделив на полученные результаты итоги переписи 2000 года мы получим рост в те же 2,3 раза что и у нас. А все-таки может это коммунисты виноваты что в СССР со всего мира не переселяют. Так в Российскую империю при Менделееве тоже не рвались и сам Дмитрий Иванович никогда не предполагал что ситуация изменится. Естественно не предполагал и манипуляции которые проделывают его с работами митрополит Тихон. Владыка тем временем перейдя к описанию сражений Первой мировой войны тоже выдергивает исключительно удобные ему факты. Хотя иногда поправляются когда его ловят с поличным. Ну вот как это происходит посмотрим. Значит два года назад в фильме гибель империи российский урок вот он так комментировал решение Николая лично возглавить армию. После того как Николай Александрович стал верховным главнокомандующим все ужасались какой кошмар он взялся не за свое дело он не способный военачальник но факты говорят об обратном Россия не отдала врагу ни пяди русской земли. Я посмотрел и в рецензии отметил что царь возглавил армию 5 сентября 16 его выбили из Вильна ныне Вильнюса далее германцы оккупировали Литву продвинулись в Белоруссии захватили Лиду и Барановичи а их кавалерия появилась в окрестностях Минска. Митрополит немедленно перестроился и на презентации сказал вот так государь конечно же был профессиональным военным как и все царские дети мужского пола и очень неплохим и перед лицом краха армии он взял на себя верховное главнокомандование и через месяц после этого больше ни сантиметра русской земли сдано не было ну то есть видимо какие-то дежурные монахи или монашки прошли мою скромную рецензию и сообщили и появилась вот добавка через месяц но при этом и в докладе и в книге господин Шевкунов продолжает настаивать что все это произошло исключительно благодаря военному гению Николая Александровича а вот и все между тем причины есть и вполне другие потому что как раз в сентябре 15 года союзники хотя и с большим опозданием начали наступление на западном фронте и как признает участник первой мировой войны тогда командовавший там несколькими корпусами а потом служивший в красной армии очень известный советский уже военный историк генерал Андрей Занечковский три германских корпуса были взяты с русского фронта причем пленные показывали что они за три в течение трех с половиной суток были доставлены в Шампань из Белостока ну то есть из Белоруссии Белосток сейчас польский но на самой границе с Белоруссией откуда собственно и развивалось то самое немецкое наступление которое прекратилось якобы изогения Николая Второго ну а если взять таблицу количество дивизий на фронтах у того же Занечковского то выясняется что в октябре количество германских дивизий на востоке сократилось с 65 до 49 то есть считайте на четверть и наступление естественно выдохлось об этом Владико Тихон умалчивает и наоборот плачется что вот когда русские войска отступали союзники не вылезали из окопов ну не вылезали из окопов так что в ходе этих наступлений на западном фронте они потеряли порядка 400 тысяч убитыми ранеными и пленными а немцы 200 тысяч вот дальше идут замечательные манипуляции с вооружением где объясняется где рассказывается что у нас было одно из лучших вооружений к тому времени реально одно из лучших вооружений и вообще наша военная промышленность благодаря Николаю второму не имела себе равных ну давайте считать будем сравнивать производство за 14-17 годы подчеркиваю только за 14-17 потому что все-таки ряд советских историков которые сравнивают производство всех стран за всю мировую войну они тоже конечно поступают недобросовестно поскольку в 18-м году Россия после прихода к власти большевиков из войны де-факто вышла и это уже нельзя считать поэтому сравним только вот это ну к сожалению помеченной разбивки нет два месяца оставим за ноябрь декабрь 17-го года что у нас получается и так пулеметов российские заводы произвели 27 тысяч британские 139 тысяч французские 137 тысяч германские 134 тысяч самолетов Россия 3600 Великобритания 22 400 Франция 27 500 Германия 33 тысячи разница как видите многократная в 4 в 5 раз больше по артиллерии вроде бы все неплохо Германия 45 тысяч Англия 14 тысяч Франция 17 тысяч Россия около 12 тысяч то есть вроде бы отстаем только у немцев но есть одна маленькая особенность пушки они бывают разные в начале войны актуальна была пушка 75 76 77 миллиметров которую было легко таскать за наступающими войсками которая там била в основном там шарапнелью по пехоте в основном даже по самому прямой наводкой а потом страны все зарылись армии в окопы и понадобились чтобы разоружать там блиндажи там в несколько накатов и долговременные огневые сооружения тяжелые пушки и гаубицы и вот тут-то мы прилетели с треском бывший командующий 7 армии генерал-лейтенант Николай Головин напоминаю не большевик а вполне белый эмигрант в работе в военном усилии России в мировой войне отмечает тяжелых орудий калибром от 152 мм и выше армия получилась с отечественных заводов за вот эти все годы войны 14, 15, 16 и начало 17 менее 400 штук в то время как Британия одних только 152 2-х миллиметровых гаубиц за полгода выпустила 700 а всего за всю войну 3600 ну и соответственно тяжелых орудий во всех странах шел на многие тысячи их поставили даже в Россию так же так же как и пулеметов гораздо больше чем Россия произвела соответственно тяжелых орудий 900 против 400 а пулеметов соответственно 42 тысячи против 27 тысяч это 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 не помогло потому что армия все равно оказалась вооружена крайне плохо и тот же Головин признал что по сравнению со своими врагами и союзниками русская армия оказалась к осени 17-го года хуже вооруженной чем в 14-м году и приводит конкретные цифры где выясняется что по тяжелым орудиям мы уступали не только Франции и не только Англии и только Германии а также нищие уже разбитые и на больше чем на половину оккупированной Румынии это только несколько примеров мягко говоря недобросовестности автора а когда наша книга выйдет или будет на подходе мы вернемся к этой теме и расскажем еще много-много интересного но я скажу одно что как ни старается митрополит Тихон Николай Второй у него оказывается настолько ничтожен что никакая большевистская пропаганда с этим не сравнится митрополит митрополит митрополит